Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня это небольшой обзор за 12 мая, за среду. Обсудим с вами последние новости. Первонаперво, конечно же, это данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки, что очень сильно как раз таки и напугало американские фондовые рынки. Чем это грозит, какие дальнейшие действия. Поговорим с вами о ситуации на рынке черного золота. Мы получили с вами отчеты и ОПЕК, сегодня Международного Энергетического Агентства. Чего ждать как раз таки на рынке нефти. Ну и пару слов обязательно скажем о паре рубль-доллар. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И ситуации сегодня складываются крайне неоднозначные. Для большинства мировых рынков мы сами это видели с утра, начиная с Азиатско-Тихоокеанского региона. Там продолжается болтанка. Японцы вновь откатываются и теряют полтора процента. Китайцы же наоборот потихонечку начинают отскакивать сегодня. Вверх. Но пока что Азиатский Тихоокеанский регион меня на сегодняшний день не особо сильно интересует. Поэтому сразу же переносимся на Европейский театр действий. И здесь мы с вами видим разнонаправленную картину. Если оба европейских индекса, за которыми я лично слежу, даже больше я слежу за DAX, который сегодня вырос более чем на полпроцента, на 0,65% на момент съемки видео. Британский футс, он меня волнует постольку поскольку, но растет он более чем на 1%. То есть Европа сегодня выглядит очень и очень позитивно. То вот наш российский фондовый рынок в очередной раз стал в ступор. Индекс Московской биржи вот на момент съемки видео ровно в нулях. То есть не прибавляется, не убавляется. Стоим на уровне 3650, если быть точным, 3652. И не вверх, и не вниз. И в течение всего дня продолжается вот такая ситуация. Индекс РТС немножко сегодня теряет свои позиции, но не критично. На 0,3% мы сегодня немножко откатываемся вниз. Ровно столько же теряет и наша национальная валюта. Пара рубль-доллар чуть-чуть сегодня, ну доллар сегодня укрепляется по отношению к нашей национальной валюте. И это как раз таки то, о чем мы с вами вчера говорили, что наш российский рынок может в очередной раз впасть в довольно-таки серьезный боковик. Мы были в боковике, поболтались, подболтались, под конец, когда уже на все мировые площадки выросли, мы тоже немножко подросли. И сейчас складывается ситуация, когда наш российский фондовый рынок имеет все благоприятные обстоятельства для того, чтобы идти вверх. У нас началось во все дивидендное ралли. Позавчера дивидендная отсечка у Сбербанка, сегодня дивидендная отсечка у Московской биржи. И мая месяц, мая и июнь месяц насыщен такими событиями. Но вот как раз таки негативная ситуация, которая происходит на американском фондовом рынке, она не позволяет общим настроениям идти вверх. То есть на одной чаше весов игроки кладут позитив, который может возникнуть из-за роста наших крупнейших компаний. А с другой стороны, да, негативные тенденции, которые начинают развиваться на американском фондовом рынке. И таким образом чаши весов находятся в равновесии, и они не могут не расти и не падать. Но все-таки я считаю, что уровень 3700-3750 индекс Московской биржи сумеет, да, в мае и июне месяце покорить. И оттуда уже начать такое свое хорошее снижение. Об этом мы уже много раз говорили, что июль, август и сентябрь месяц, конец августа и начало сентября особенно, такие традиционно слабые месяцы для нашего российского фондового рынка. Ну а почему негативная динамика, да, мы с вами наблюдаем на американском фондовом рынке. Но здесь я уже в самом анонсе, да, к этому видео сказал, что сегодня самыми важными данными, которые мы все получали, которые многие игроки по всему миру ждали, это данные по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах Америки. А фактически, другими словами, это данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки. Многие ждали, что будет происходить с инфляцией, действительно ли она набирает свои обороты, либо же это были какие-то временные явления. То, что инфляция набирает обороты, я говорю уже на протяжении нескольких месяцев, еще тогда, когда она только была в зародыше, я говорил, что вот эти бешеные вливания денег, которые происходили во время 2020 года, когда мировая экономика и многие экономики мира были закрыты, они вот эти огромное количество денежных средств, это бомба замедленного действия. И сейчас это как раз таки все выходит на, ну, наружу, да, мы с вами, достаточно нам посмотреть на товарные, на товарно-сырьевые рынки, мы с вами видим, как бешено растет сырье, это потому что, ну, не только же в акции эти деньги идут, эти деньги идут и на товарные рынки, соответственно, растет сырье. Раз растет сырье, значит, растет и конечный продукт из этого сырья, и, соответственно, рост цен начинает все больше и больше разгоняться. Ну, к примеру, да, товары из меди, ну, сырье, медь растет, она уже 10,5 почти, а, соответственно, все везде, где используется медь, конечный продукт будет расти и так далее. Все это можно, ну, там, алюминий тот же самый, растет и агрария, да, и бобовая, и пшеница, все продолжает расти, соответственно, цены на все продолжают очень и очень бешенными темпами начинать развивать обороты. И здесь даже ситуация складывается таким образом, разгон инфляции в Соединенных Штатах Америки автоматом поведет разгон инфляции и во всех экономиках мира. Даже если другие страны перестанут печатать деньги, то инфляция будет все равно брать свое, потому что либо надо полностью закрываться и торговать внутри своей страны, и никакого экспорта и импорта, либо же это все равно повлечет инфляцию и в России, и в Евросоюзе и так далее. Разгон инфляции не минуем, поэтому жесткая монетарная политика от мировых регуляторов, она неизбежна. Хоть нас и пытаются главы центробанков уверить в том, что все у них под контролем, лично я в это уже совершенно не верю. Ну так вот, возвращаемся к индексу потребительских цен, которые мы сегодня с вами получили в Соединенных Штатах Америки, и что мы с вами здесь можем наблюдать. И наблюдаем мы следующее, что индекс потребительских цен основной получили по факту 4,2%, прогноз был 3,6%. Если по базовому был прогноз 2,3%, то фактически получили 3%. То есть мы с вами наблюдаем, что инфляция уже бешеными темпами начинает развиваться. И таким образом, да, вот этот спред, который образован на пятилетних долговых бумагах Соединенных Штатов Америки, между простыми бандами и защитой от инфляции, мы вчера с вами об этом как раз говорили, он уже достигает более 2,7%, и это, я считаю, что уже не предел. Инфляция 3, 3,5 и 4%, и я считаю, что в очень и очень ближайшее будущее мы с вами сможем уже это улице зреть. И это отражается как раз-таки на динамике американских индексов. S&P 500 потихонечку сползает вниз четко от своей верхней границы 4200 пунктов, потихонечку он идет вниз. Лидером падения, конечно же, является американский технологический сектор NASDAQ Composite. Он теряет уже на момент съемки видео почти полтора процента. И здесь на самом деле ничего удивительного мы с вами не наблюдаем, потому что именно в 2020 году именно технологический сектор NASDAQ тянул весь американский фондовый рынок все выше, 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 выше и выше. И сейчас мы с вами получаем на ленту информагент сообщение такого характера. Глава Amazon продает свои акции, глава Google продает свой пакет акций. О чем это нам с вами говорить? Что уже даже все компании считают, что максимум на текущий момент достигнут, и они частично начинают фиксировать позиции. Почему я так считаю? Потому что давайте вернемся год назад. Что происходило в марте и апреле месяце? Именно тот же самый глава Amazon, тот же самый глава Google, наоборот, набирали себе пакеты акций своих же компаний. Сейчас наступило время просто-напросто приступить уже к фиксации прибыли. И именно это у нас сейчас и происходит. NASDAQ потихонечку спускается вниз. И таким образом полноценно можно говорить, что сырьевой цикл уже начался. Но, дорогие друзья, пока что те же самые представители Федеральной резервной системы, которые в частности сегодня один из представителей уже выступал, и он нам с вами говорит о том, что ситуация у них под контролем, что Федеральная резервная система предупредит заранее, тогда, когда они начнут сворачивать свою монетарную политику. Но, дорогие друзья, если мы с вами посмотрим, что происходит на протяжении полутора недель уже, то как раз-таки главы, имеющие отношение к финн-индустрии Соединенных Штатов Америки, они и начинают предупреждать. Вспоминаем прошлый вторник, да, Джанет Йеллин как раз-таки вторник или понедельник выступала и говорила, что если потребуется экономическая ситуация, то Федеральная резервная система будет принимать определенные действия. Потом еще один, не помню уже фамилию, выступал представитель Федрезервы и примерно то же самое повторил. Правда, потом они оговариваются, что все у них находится под контролем. То же самое и сегодня. Клареда выступал и заявил, правда, следующее, что рост инфляции, скорее всего, будет сейчас продолжаться и успокоится он, наверное, в 2022-2023 годах. То есть, если мы возьмем даже среднее по его словам, то есть, как минимум, текущий 2021 год и начало 2022 года инфляция будет расти. То есть, раз будет расти инфляция, Федеральной резервной системе ничего не останется сделать, как начать повышение ставок. И фактически вот такими своими заявлениями они начинают уже и предупреждать. И когда петух клюнет в одно место, они скажут, ну мы же вас предупреждали, мы же вам говорили, что ну вот такая-то ситуация, что вот такая-то, что если потребуются какие-то действия, то мы будем эти действия предпринимать. Поверьте мне, именно так это и будет сделано. Они задним числом скажут, мы же вам говорили, мы же вас предупреждали, что такая ситуация будет возможна. И здесь не стоит уже просто-напросто удивляться. Единственное, с чего начнет Федеральная резервная система, ну, ужесточать, да, закручивать свои гайки, то ли с того, что выключать будет печатный станок, то ли сразу же начнется повышение ставок. Вот здесь большой-большой вопрос, какое действие они будут предпринимать первыми. Либо одно, либо второе. У Федеральной резервной системы фактически сейчас не остается других средств. Лично я склоняюсь к тому, что, скорее всего, они начнут выключать печатный станок. Ведь ежемесячно они берут на баланс Федеральная резервная система 120 миллиардов долларов. Это минимум, что они у себя берут. Скорее всего, они будут отключать печатный станок. Если эти действия не возымеют нужного результата, то тогда уже приступят к повышению ставки. Но, опять-таки, дорогие друзья, как скоро будут приниматься эти действия, мы же знаем, кто стоит во главе Федеральной резервной системы. А во главе стоит злополучный Джером Пауэлл. И Джером Пауэлл, вот один из тех людей, который, ну, не на своем посту, к сожалению. Да, он очень грамотный экономист. Ничего здесь я против него не хочу сказать. Но он всегда действует с небольшим опозданием. У него, знаете, как будто бы он едет на ручнике. Он забыл снять ручник и постоянно, всегда, везде и опаздывает. Что это было в 2016 году, что это было в 2018 году. И даже в 2020 году он тоже действовал с опозданием. Многие ему ставят заслугу то, что вот Джером Пауэлл взял и понизил в прошлом году резко ставки. Но давайте вспомним прошлый 2020 год. Какое же там было резкое понижение ставки. Он все делал неуверенно. И здесь спору вспомнит моего любимчика, да, американского 45-го президента Дональда Трампа, который говорил, понижай срочно на большую ставку, да, там не на полпроцента, сразу же повышение на процент. В марте месяце, когда вот вся заваруха только началась. Действуй неординарный. Ему тогда Трамп говорил, но Джером Пауэлл делал по-своему. Он делал так, как по чуть-чуть, не спеша, да. Там было потом экстренное второе заседание, но это уже было с лагом на две недели, да. Вспоминайте, одно заседание через две недели, еще одно. Лаг уже произошел. То есть рынки получили то, что они хотели. Не было вот этого неординарного действия. Не было неожиданности, да, которая могла вселить позитив и остановить фондовые рынки от сильного такого падения. Не было. И Джером Пауэлл весь во всем такой. Он то, когда ставки повышались, он повышал и повышал. И, ну, каждое за свое заседание. Когда ему уже в пору надо было остановиться, как минимум взять паузу, он все равно повышал и держал высокие ставки. И когда он проморгал момент, когда их надо было понижать, это было и в шестнадцатом, и в восемнадцатом. Он постоянно действует с ошибкой. То же самое и здесь. Когда Петух клюнет уже в одно место, вот тогда, да, он выйдет и скажет, ну, все, картина Репина приплыли просто-напросто. И это будет просто-напросто фатально. Поэтому я свою делаю ставку все-таки на то, что в очень ближайшее время разгон инфляции будет набирать свои обороты, потому что мы видим, что прогнозы от крупнейших аналитических домов, что по европейской экономике, что по экономике Соединенных Штатов Америки, что про общую мировую экономику, прогнозы все улучшаются и улучшаются. То есть экономики начинают разгоняться, а, соответственно, раскрываются экономики. И это приведет к неминуемому росту инфляции. Не только в США, но автоматом, как я уже сказал, заденет все страны. И готовиться к жестким монетарным политикам стоит не только в США, но и в Евросоюзе, ну и, само собой, не забываем про Россию. Матушку. Это лично мое мнение. И от этого я продолжаю делать ставку на золото и на компанию золотодобытчики. Мы с вами видим, что, несмотря на то, что золото пророчили, что оно не защита от инфляции. Но как только мы получаем не очень хорошие данные по инфляции, растет кто? Растет именно золото. Поэтому вкладываться в золото добытчиков тот же самый полиметалл. Поле золота я считаю, что можно. Прогноз по полиметаллу у меня не изменился. Это 2-2-200, но минимум 2. По полю золота, я думаю, в ближайший месяц, полтора-два, даже укорочу сроки своего прогнозирования, что мы увидим 20 тысяч рублей за одну акцию полюс золота. Но опять-таки, можете со мной поспорить, пишите свое мнение в комментариях. Это мне интересно звать, во-первых, ваше мнение, но, во-вторых, ваши комментарии, ваши развернутые комментарии помогают продвижению данного YouTube канала. Ну и у нас есть еще тема, не только одной инфляции, жив фондовый рынок. Мы пару слов скажем, конечно же, еще и о нефти. Нефть мы с вами получаем второй день подряд. Много прогнозов, да, ежемесячный вчера отчет ОПЕК, сегодня от Международного энергетического агентства мы получили с вами отчет. Но что отчет ОПЕК, что отчет Международного энергетического агентства, ну, они расходятся в маленьких частностях. Но, в принципе, что один, что другой отчет, они оба позитивных. Они говорят о том, что ОПЕК держит все под контролем, что сделка выполняется выше 100%. Там, помнишь, Международное энергетическое агентство даже считает, что сделка была выполнена лучше, чем даже сам ОПЕК считает. Там более чем на 126 или 124% выполнялась сделка ОПЕК. Так, и, конечно же, все прогнозируется о том, что в ближайшее будущее у нефти довольно-таки неплохие везде перспективы. И все было бы хорошо, да, почитав эти отчеты, складывается впечатление, ну, что и Голдман Сакс, тот же самый, о котором мы уже говорим в последних нескольких выпусках, что они правы, да, что нефть будет сейчас брать свои вершины. Но у меня, как всегда, я найду ложку дегтя в бочке с медом, и я просто посмотрел, да, на спреды, на фьючерсы, на те же самые дальних контрактов, и мы с вами видим, что там-то позитива у игроков пока что не наблюдается. И здесь есть только лишь одно объяснение, почему дальние контракты считаются сейчас не такими еще выгодными. Потому что игроки у себя вот здесь в голове держат ситуацию, которая может очень сильно, кардинально сейчас резко поменять ситуацию на рынке черного золота. Как всегда, я говорю про Иран. Потому что сделка ядерная, переговоры по ядерной сделке все время продолжаются, и нет, нет, да на ленте информагент появляются сообщения о том, что, ну, что в ближайшее будущее эта сделка будет заключена. Не так давно мы получали сообщение, что уже в мае месяце, возможно, сделка будет заключена. То есть санкции с Ирана будут сняты, ну, а там просто Иран открывает кран и зальет все своей нефтью. Мы с вами помним, да, как министр энергетики Ирана сказал, что сейчас у них добыча 2,5, да, 2,4, по-моему, добычи составляет, то они могут нарастить в ближайший месяц, полтора-два, до 5 миллионов баррелей. То есть это будет существенная такая прибавка на рынок черного золота, и весь тот дефицит, который прогнозирует тот же самый ОПЕК, да, это в добыче в 1,4 миллиона, но он будет в сутки, да, вот по добыче будет просто-напросто уничтожен, просто-напросто. Это и появится, наоборот, пропицит, и ценам на нефть тогда ничего хорошего не сулит. Ну, это больше такое стратегическое, да, дальнее видение, потому что переговоры, нет-нет, идут хорошо, но вдруг у кого-то там заскок какой-то происходит, то у американцев, то у иранцев, и все, и переговоры сорваны, и рынок продолжает находиться в своем, в таком пока стабильном состоянии. Именно поэтому я считаю, что вот цены, да, при диапазоне 66, ну, даже вот, хотя нижняя граница 66, 35, 66, 40, да, ну, даже возьмем такой коридор, 66, 69, я думаю, что именно вот в этом коридоре цены на нефть и будут пока что в ближайшее, наверное, время находиться, и ни негатива, ни позитива пока что особо сильно рынок нефти, вот сейчас он сбалансирован, особо сильных каких-то волатильных движений на рынке черного золота мы с вами можем пока что не наблюдать. Но, опять-таки, это лично мое мнение, и это мнение основано пока что на сопоставлении вот этих некоторых факторов появляется какой-то еще дополнительный фактор, и вся ситуация, весь вот этот баланс весов может в очередной раз быть нарушен, и тогда будем уже рассматривать совсем другую ситуацию. Дорогие друзья, вот пока что вот такой небольшой обзор у нас за 12 мая, конечно же, основным событием это данные по инфляции в Соединенных, ну, данные по потребительским ценам, фактически по инфляции в Соединенных Штатах Америки, и пока что, вот мы с вами говорили, уже S&P 500 и вплотную подошел к отметке в 4100, теряет больше одного процента NASDAQ, пока что уже подходит к уровню 13150, но волноваться, да, за NASDAQ стоит тогда, когда фактически он нарисует, вот если вы откроете график, двойную вершину, ну, это 12700-12800, вот здесь уже стоит начинать опасаться, а пробои уровня 12300 здесь уже просто, ну, уже бить в набат, и там уже поздно пить боржоми, как говорится. Про пару рубль-доллар пока что мы продолжаем находиться в боковике, если даже рассматривать ситуацию, что рост инфляции приведет, соответственно, к удешевлению самого доллара, то нельзя это говорить про валютную пару рубль-доллар, потому что валютная пара рубль-доллар, она живет своей особой жизнью, и фактически она особо сильно не привязана вот к как-то называемому индексу доллара, который связан с шестью основными валютами мира, он живет своей жизнью рубль-доллар, у него есть свои драйверы для роста, свои драйверы для падения, и, конечно же, геополитические риски от нашей национальной валюты пока что никто не снимал, и, я думаю, хоть какие-то вопросы будут сняты лишь только тогда, когда встретятся американские и российские президенты. Вот когда они встретятся, вот тогда мы с вами сможем хотя бы иметь понимание, да, потому что сама встреча, по сути, она своей ничего не значит. Ну, встретились-встретились, Путин с Трампом встречались, вон тогда в Хельсинки, ну и чё, ну, встретились, ну, поговорили. Путин отозвался позитивно о Трампе, Трамп позитивно о Путине. Ну, а итог-то какой? Итога никакого такого и не было, да. То есть, сама встреча, она за собой не, ну, ничего не несёт. То есть, Трамп с Путиным встретились, но Трамп также продолжил негативную риторику в адрес России, да, но только она была такая, более, ну, растопыренными пальцами била, и толку никакого не имела. Демократы, если им что-то не понравится, они будут сразу же бить на отмашь. Поэтому посмотрим, да, что там будет, какие условия они предложат, потому что, мы ещё раз повторюсь, они говорили о том, что вернут, хотят вернуть Россию в G8, но для того, чтобы вернуть им Россию в G8, они сделают какой-то важный ультиматум, поставят важное какое-то условие перед тем же самым Владимиром Путиным, на которое вряд ли тот же самый наш президент пойдёт, да, может там Крым вернуть, что вряд ли возможно, но может ещё какие-то моменты будут сказаны сделать. Не знаю, может сказано насчёт выборов, что-то, как проводить эти выборы. Не знаю, но я лично думаю, что встреча пройдёт в очередной раз безрезультатно. Особо полагаться на встречу Путина и Байдена в данных условиях не нужно, потому что я думаю, что после этой встречи всё вернётся на круги своя. Америка будет против России, потому что сильная Россия никогда не нужна была нашим западным партнёрам. Но опять-таки, это лично моё мнение. Что по этому поводу думаете вы, тоже обязательно напишите в комментариях. Дорогие друзья, ну вот такое у нас небольшое видео сегодня получилось. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Ну и если не понравилось, тогда дизлайк. Пишите обязательно комментарии. Напомню, да, что комментарии желательно, чтобы состояли не меньше, чем из пяти слов, чтобы алгоритмы Ютьюба его засчитывали, чтобы видна была активность на данном Ютьюб-канале. Пишите свои мнения, вопросы, пожелания. На все ваши вопросы, если это в моей компетенции, я стараюсь вам отвечать. Также, дорогие друзья, не забываем подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Также, дорогие друзья, не забываем спонсировать Ютьюб-канал, получите в доступ в видео. Достаточно много видео именно уже приватного доступа. Там и прямые эфиры и так далее. И, дорогие друзья, убедительная просьба к вам. Если вам несложно, нажмите на кнопочку поделиться и отрепостите это видео где-нибудь у себя в социальных сетях. Это очень сильно помогает продвижению данного Ютьюб-канала. Ну и напоследок, конечно же, не забываем про наши социальные сети. Это первонаперво Инстаграм, Яндекс.Зен, ну и, конечно же, открытый Телеграм. Канал, где публикуются самые свежие новости, собранные с различными, кстати говоря, источников. Вам не нужно быть подписанными на кучу других. Канал самое важное найдете в нашем открытом Телеграм-канале. На этом, дорогие друзья, я буду уже с вами завершать сегодняшнее видео. Насчет курса многие задают вопросы. Так как на два дня я по состоянию своего здоровья, я вчера об этом вам видео говорил, выпал из рабочего ритма, и только, ну, вот вчера начал вкатывать, сегодня полноценно вкатился в рабочий ритм. Надеюсь, что к концу этой недели календарный будет точно готово, но, возможно, как и обещал, 14-го, 15-го. То есть завтра, либо послезавтра, домонтируем наш обучающий курс. Надеюсь, что это произойдет уже до конца рабочей недели. Еще раз, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. С вас обязательно лайк и комментарий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok